как прокачать свой ремонт от застройщика у нас надежной потолок но качество укладки вы можете видеть еще одна важная особенность это то что то поэтому приняли решение чтоб стало бы с этой квартире через год до после этого ремонта и вот в таком виде прятались провода трубы меняем они будут новые чтобы никаких дополнительных соединений и так прошло две недели мы уже полностью сделали демонтаж то технику полностью заново провели по всей квартире и вот сделали коллекторный узел смотрите что интересно эффектное решение нежели пробкой стоимость данного ремонта обошлась нашему заказчику всем привет сегодня мы приехали в жилой комплекс мещерский лес это двухкомнатная квартира площадью 54 квадратных метра особенность этой квартиры то что это новостройка с ремонтом от пик ремонт и заказчик пожелал здесь сделать небольшие изменения переклеить обои заменить плитку частично изменить электрику и полностью переделать сантехнику к работам и уже приступили и вот в одной комнате мы еще ничего не делали кроме как вот демонтажа этой двери значит от застройщика у нас натяжной потолок обои пластиковый белый плинтус цвет дверей и на полу ламинат 32 класса достаточно неплохой сейчас пройдемся дальше и покажем как уже идет демонтаж вот демонтировали дверь в этой квартире нас два санузла вот от застройщика была вот такая вот прямоугольная плитка но качество укладки вы можете видеть поэтому было принято решение о замене еще одна важная особенность это то что перегородки у нас из гипсокартона по задумке мы снимаем плитку снимаем обшивку оставляем каркас смотрим на его состояние если надо укрепляем и дальше уже закладываем правильную шум изоляцию и обшиваем со стороны ванны у нас будет обшита в два слоя это аквапанель а со стороны комнаты у нас будет один слой гвл и один слой акустического гипсокартона сантехника здесь разведена из российской трубы сшитого полиэтилена посредственного качества поэтому приняли решение полностью заменить и здесь все на тройниках то здесь нету гребенки трубы заходят по потолку и уже уходит на кухню кухню нас вот там вот и соответственно в два санузла сантехнику полностью разводим заново здесь у нас будет стоять коллекторный шкаф в ребенке на горячую на холодную воду я не будут уходить на ванну на санузел и на кухню обои мы уже практически везде содрали вместе с обоями уходит шпаклевка поэтому чтоб стало бы с этой квартире через год до после этого ремонта неизвестно вот поэтому приняли решение все это демонтировать от шпаклю им минимум один слой за шкурим прогрунтуем и поклеим новая боль потолок натяжной и вот в таком виде прятались провода это огнестойки гипсокартона нас красного цвета это у нас трассы для кондиционера и уровень потолка вот вы можете видеть вот по этой линии по достаточно много съедалось мы постараемся поднять натяжной потолок немножко повыше так вот здесь вот у нас кухня и вот до сюда доходил ламинат а здесь у нас был керамогранит то есть мы его демонтировали уложим новый проверим состояние пола где бухтит где не бухтит также у нас выводы по сантехнике вот в этом углу мы соответственно на воду мы трубы меняем они будут новые чтобы никаких дополнительных соединений через пару дней демонтаж уже закончим вынесем мусор собьем обшивку со стен которые выполнены из гипсокартона и так прошло две недели уже сделали черновую сантехнику и черновую электрику и закончили до конца демонтаж значит находимся в спальне вот вы можете видеть здесь сделаны штробы прокинута новая электрика посмотрели на ту электрика которая была от пиков ского ремонта поняли что это очень слабо и по согласованию заказчиком решили все переделать вот в мазали новые подрозетники уже замазали штробы привезли материал чтобы сделать шумоизоляцию этой стены она нас граничит соседями в санузле додемонтировали все стены все перегородки вот вы можете видеть оголили каркас вставим шумоизоляцию и обошьем два слоя аквапанелью здесь у нас будет стоять ванна сантехнику полностью заново провели по всей квартире посмотрите как интересная инсталляция как далеко стоит здесь у нас будет удоплена стиральная машина и во всю эту стену будет стоять шкаф такая вот задумка заказчик захотел сделать в таком виде так дальше проходим санузел здесь тоже стены готовы уже под ошибку будет утепляться и два слоя аквапанелью здесь у нас будет стоять майдадыр здесь гигиенический душ установлена система инсталляции и вот сделали коллекторный узел фаровский коллектор фильтр тонкой очистки регулятор давления защита от протечек нептун аналогично и с горячей водой эта система управления нептуном вот так вот выглядит сборка вода у нас вот вы можете видеть идет с потолка и по всей квартире идет по потолку и вот уходит это соответственно трубы они идут на кухню из этого коллекторного узла то есть вся коммутация воды у нас в гостевом санузле отсюда уже расходится по всей квартире осталось нам еще шум изоляцию стойков сделать и в принципе работы по сантехнике закончены так дальше здесь в коридоре у нас уже вот можете видеть мы собрали щиток здесь у нас накладной просто на бетонная и в принципе она достаточно тонкая так что щиток мы здесь не утопим приняли решение сделать накладной здесь уже стены отшлифованы и потому что старая шпаклевка она вся падала и соответственно будем перешпаклевывать и так чтобы все было надежно под кухню соответственно уже макет кухни получили согласно этим размерам выявили розетки здесь сделали дополнительное освещение точнее дополнительные розетки и здесь тоже кое-что поменялось и добавили вас несколько электро точек а будут зашиваться стены будет производиться шпаклевка и укладка плитки все готово осталось сделать натяжной потолок но его наш заказчик будет делать чуть чуть попозже и позовет нас для того чтобы мы сняли финальный обзор а сейчас вкратце покажем как прокачать свой ремонт от пика сейчас мы с вами находимся в кухне гостиной значит полностью заменили обои во всей квартире установили новые механизмы это шнайдер электрик розетки выключатели если помните здесь была плитка мы ее полностью демонтировали положили плитку под половую доску смотрите сочетается с кухонным гарнитуром здесь вот отдельно стоящий стол виде какой небольшой барной стойки вот уже подъехала стиральная машина на нас будет стоять большом санузле также полностью был заменен ламинат и также вот смотрите трубы отопления не прятали оставили их в открытом виде покрасили черным цветом из баллончика также прибор отопления тоже был покрашен и смотрится очень стильно и вписывается в интерьер смотрите что интересно это плинтус он мягкий гибкий то его практически не видно очень стильно и интересное решение поэтому взамен пластиковому плинтусу плинтусы mdf он конечно монтируется потяжелее но тем не менее смотрится намного эффектнее проходим дальше здесь дверь не ставили здесь обычный проем это у нас обои и соответственно было все обклеено и смотрите как красиво смотрятся углы здесь тоже самое вот такая вот работа наших маляров электрику нас вся по потолку мы полностью практически там 90 процентов заменили всю электрику потому что когда начали делать демонтаж поняли что некоторые элементы требуют замены входную дверь заменили она нас тоже серого цвета и вот видите в таких вот полосках это смотрится намного интереснее нежели когда просто ровная поверхность двери у нас здесь были раньше классические мы их полностью демонтировали и установили двери invisible вот заказчик пожелал сделать под покраску от в серый цвет но как вариант можно эти двери обклеивать обойми такие какие у вас на стенах то есть это смотрелось бы все в едином стиле это у нас одна из комнат здесь по аналогии с кухни-гостиной на полу ламинат обои и вот здесь вот мы возводили стену для того чтобы сделать нишу для встроенного шкафа все помещения сделаны в едином стиле это одни и те же обои по поводу ламината вот смотрите как интересно то есть если мы видим доску это вот она тем не менее рисунок у нее сделан так как будто она разделена на маленькие кусочки смотрится это как инженерная доска на самом деле это ламинат если вы увидите вот доска вот доска вот доска но по факту это смотрится как будто пол состоит из маленьких дощечек смотрится дорого и богато ламинат у нас без порожков единым контуром вот можете видеть что здесь ничего нету также в этой комнате сделано без порогов те же самые обои тот же ламинат также прибор отопления покрашен черный цвет здесь у нас будет стоять кровать здесь будут по бокам тумбочки и вот эту стену мы полностью разбирали делали шумоизоляцию здесь у нас гостевой туалет плитка серого цвета 60 на 60 это производитель эталон на полу у нас плитка под дерево здесь вот вы можете видеть здесь нету порожка здесь мы использовали специальное заполнение сделано это в одной плоскости и вот это вот более эффектное решение нежели пробкой там жидкой пробка или обычной или порожек на такой вот силиконовый заполнитель которую практически не видно полотен сушитель у нас электрический здесь вот система управления можно делать тепле и горячей также включать и выключать сделано маленькая раковина для того чтобы помыть руки установили гигиенический душ с системой инсталляции также вот у нас здесь скрытый люк для доступа ко всем коммуникациям дальше нас ванна значит здесь вы можете видеть что еще не готова здесь будет полностью мебельный гарнитур и все это спрячется за него здесь будут полки будут дверцы для того чтобы иметь доступ и вот в этом месте будет стоять стиральная машина вот как раз под нее сделали розетку установлен майдадыр с отдельно стоящей раковиной выносной высокий смеситель торчит из тумбочки установили новую ванну люк для доступа у нас к сифону сделан вот здесь вот сегодня нажимаешь и случае необходимости можно достать два сифона вот интересный смеситель грое то есть система управления здесь здесь систему клавиш интересная штука вот душевая шторка ну и потолок я сказал что будет сделан после того как установит всю мебель и вот предварительный обзор на эту квартиру мы делаем вот в таком виде стоимость данного ремонта обошлась нашему заказчику в 400 тысяч рублей по срокам ремонт занял три месяца все ваши вопросы относительно этого ремонта задавайте пожалуйста комментариях или пишите по номеру цап который оставлю в описании к данному видео обязательно подписывайтесь ставьте лайки спасибо что насмотрите всем пока пока пока